Хибинский спортивный фестиваль набирает обороты. О том, чем он запомнился в эти дни спортсменам и болельщикам, в нашем следующем сюжете. В Кировском городском парке именно здесь стартовали традиционные лыжные гонки, было шумно и многолюдно. С дистанцией и временем боролись учащиеся городских общеобразовательных школ. В течение двух дней на лыжню вышли четыре сотни человек. Первыми награды разыграли младшие школьники. После них судьбу медали решали старшеклассники. Для одних гонка, проведенная в рамках Хибинского спортивного фестиваля, стала дебютной. Другие – уже опытные бойцы. Но эмоции после финиша переполняли и тех, и других. Сначала немного страшно, когда побежало уже легче. А почему страшно? Ну, волнение все-таки. Еще перед нами девочки были. Казалось, что или они нас обгонят, или мы. Страшно было. В это время в «Апатитах» кипели спортивные страсти иного рода. В школе номер семь старшеклассницы играли в волейбол. В соревнованиях приняли участие восемь команд. У сетки встретились представители апатитских общеобразовательных школ и политехнического колледжа. Явным фаворитом была команда «Дрост Хибины». Девчонки – многократные победители Хибинского спортивного фестиваля. Мы – одноклассницы, мы уже давно друг друга знаем. То есть сплоченная команда. Занимаемся все восемь лет. Поэтому и чувствуем друг друга. Поэтому все получается. Звание сильнейших девчонки подтвердили и на этот раз. Второе место заняла команда школы номер четыре. Бронза – у волейболисток из десятой школы. Лучшей нападающей была признана Вера Власова. Лучшим защитником стала Алена Сушкова. Звание лучшего универсального игрока получила Екатерина Иванова. Капитан команды школы номер десять. А вот во дворце спорта «Атлет» решалась судьба медалей в фестивале детского футбола «Универсал». В этом году за звание сильнейшей боролись три апатистские команды и футбольный клуб «Нива» из Кандалакши. Возраст спортсменов не старше десяти лет. По словам организаторов из детско-юношеской спортивной школы «Универсал», главное отличие нынешнего фестиваля – отсутствие подгруппы девочек. Спортсменок решили поберечь перед международным турниром, который в начале апреля стартует в Мурманске. Травмы накануне столь серьезного старта не нужны никому. Что касается апатитского фестиваля, то по итогам встреч победу отпраздновали гости из Кандалакши. Серебро турнира завоевала команда «Универсал-2006». На третью ступеньку педестала поднялись футболисты из команды «Апатиты».